Я думаю, что все знатоки и просто болельщики настольного тенниса знают этих теннисистов и помнят, как они играли. Дима Мазунов еще ведь и не закончил свою карьеру. Андрей Мазунов вернулся сейчас из Германии в Россию. Будет передавать свой опыт молодым, что называется. Дима Мазунов еще выступает за клуб Оксенхаузен вместе с Федором Кузьминым. Еще играет за сборную. Но годы тоже уже берут свое. И ему совсем скоро придется уступить свое место национальной команде. Но давайте следить за этим поединком. Ирина Катихина пока что на равных сражается. 5-5 только что счет был, но уже вперед вырывается Венгерка. 53 место она занимает в текущем рейтинге профессионального тура. И ей для того, чтобы выполнить регламент, нужно посетить еще два турнира. Два турнира остаются до гранд-финала. Это открытый чемпионат Германии и открытый чемпионат Швеции. Так вот, если их посетит Кристина Тотт, при том, что выиграет и питерский турнир, то он может себе гарантировать место на гранд-финале. Кстати говоря, вот интересно, что Ирина Катихиной противостоит очередная противница из германского клуба «Бусенбах». Из клуба «Бундеслиги». Я напомню, что в полуфинале с ней играла «Эльки Возик», на этот раз Кристина Тотт. Обе играют за этот клуб немецкой «Бундеслиги». 8-5, вперед вырвалась Кристина Тотт, но уже счет 8-6. Ирина постепенно приспосабливается к манере соперницы. Очень много позиций разделяет их в Миромовом рейтинге. Кристина Тотт находится в районе первой тридцатки, в то время как Ирина Катихина, лишь 234-я ракетка мира, я еще раз напомню. Десятая лишь ракетка России, но тем не менее, именно ей было уготовано выйти в финал турнира про-тур в Санкт-Петербурге. Тем временем первый сетбол у Кристины Тотт. Но пока что мы видим доминирование венгерской спортсменки, надо сказать. Но будем надеяться, что Юрий Глухов даст нужные наставления своей ученице, и она сможет переломить ход поединка. В середине партии вроде бы равная игра была, а сейчас в концовке мы видели полное преимущество Кристины Тотт. Завершились уже финальные поединки в парном турнире. У мужчин победу праздновали Вернар Шлагер и Александр Каракашевич. Они обыграли в финале австрийцев Чена Вейсина и Роберта Гардуша со счетом 4-1. Что касается женского парного разряда, то здесь золото выиграла Кристина Тотт, выступавшая с молодой Георгиной Потой и своей соотечественницей из Венгрии. Обыграли Кристина Тотт и Георгина Пота в решающем поединке сестер Павлович из Белоруссии, Веронику и Викторию со счетом 4-1. Вот Кристина уже один титул имеет здесь в Санкт-Петербурге. Замахнется она еще на один или отдаст золото россиянке. Ну, так, конечно, нельзя, наверное, говорить, отдаст. Отдаст, не отдаст. Все добывается в борьбе. В жесточайшем противостоянии Ирина, конечно же, не сдастся. Как, впрочем, не будет сдаваться и Кристина Тотт. Да, она провела несколькими минутами ранее тяжелейший поединок парной. Паре ведь очень много, нужно передвигаться, но, тем не менее, будет стараться выиграть свой первый титул на турнирах профессиональной серии. В Санкт-Петербурге в данном случае 5 золотых медалей в паре у нее уже есть, но ни одного титула в одиночном разряде. Вот и болельщики проснулись. 2-2 счет. Действительно, нужна поддержка сейчас очень россиянке. Чуть-чуть ножками не успевает. Вот проснуться бы Ирине Катихиной. Я, пока есть небольшая пауза, напомню, как проходят турниры профессиональной серии. Всего их 14. Есть один итоговый гранд-финал. И вот для того, чтобы попасть на этот самый итоговый гранд-финал, нужно посетить как минимум 6 любых турниров или 3 турнира на трех разных континентах. Оказалось, что Кристина Тот берет тайм-аут. Нет, она в очередной раз просигнализировала, что мяч задел край стола. Видимо, зрителям показала. Но они-то болеют за Ирину Катихину. Так вот, Кристине Тот для того, чтобы выполнить регламент, нужно посетить еще два турнира, как я уже сказал. К сожалению, Ирина Катихина не претендует на выход в итоговый турнир года. Поскольку она всего один раз принимала участие в этом году в турнире профессиональной серии. Было это в Загребе. И зачехлила тогда ракетку. Ирина в первом же круге проиграла Ренате Штурбиковой из Чехии. Ну а Кристина Тот выступала на трех турнирах профессиональной серии. Больше она, кстати говоря, известна как парный игрок. Выступает она вместе со своей знаменитой соотечественницей Чилой Баторфи. И очень долгое время уже, на протяжении 15, наверное, лет, если не больше, дебют ее за национальную сборную состоялся в 1991 году. Ну и вместе с Чилой Баторфи она становилась бронзовым призером чемпионата мира в 1995 году. Призадумался Юрий Глухов в 8-5. Его подопечная пока что проигрывает. Вот так медленно, размеренно выигрывает мячи Кристина Тот. Можно предположить, что Ирина пытается измотать, что называется, соперницу. Постоянно играя в защите, но эта тактика вряд ли принесет ей успех. Нужно чуть-чуть поактивнее играть. Даже вот такой легкий топ-пинчик справа может принести успех. Здорово, здорово сейчас все сделала россиянка и догоняет она постепенно свою соперницу. Еще раз на повторе видим предыдущий розыгрыш. Контратаку здорово вышла Ирина Катихина. Яй-яй-яй, ошибка непростительная. В защите нужно такие мяча отыгрывать. Сетбол у Кристины Тот. Ну повнимательнее Ирина, ну что ж такое. И вторая партия завершается в пользу Венгерки. 11-7 в данном случае на два розыгрыша больше выиграла россиянка. Домашний кинотеатр BBK это всеядный DVD-плеер и комплект потрясающей акустики. BBK читает любые диски и форматы. Спонсор показа – домашний кинотеатр BBK. Я рекомендую моторное масло «Лукойл», потому что знаю, как оно производится. Савод полностью автоматизирован. Вначале происходит обработка сырья, и масло проходит несколько этапов глубокой очистки. А на другом участке в масло добавляются синтетические компоненты, пакет присадок, необходимых для максимальной защиты двигателя. Моторное масло «Лукойл» производится в соответствии с мировыми стандартами качества. Теперь и вы это знаете. Моторное масло «Лукойл». Качество мирового уровня. Время развеет сомнения. «Шкода Суперб». Вот то, что вы так долго искали. Современный мощный двигатель. Система активной безопасности ESP. Коробка автомат-типтроник. И впечатляющий просторный салон. Выбор очевиден. «Шкода Суперб». По небывалой цене. С максимальной базовой комплектацией. «Шкода». Просто гениально. Это «Мэрол». Дерзок и оригинален. Сам выбирает свою дорогу. «Спортмастер». Покупатели выбирают. Все зависит от техники. Новая шина «Конти Винтер Викинг-2». Эталон торможения на снегу и льду благодаря шипу «Бриллиант». «Континенталь». Шины разработаны в Германии. Страхование для «Росна» — это отношения, построенные на полном доверии. Поэтому мы говорим друг другу всю правду. Не случайно. «Росна». Все, что мы планируем, изобретаем, строим. Все, во что мы вкладываем силы, можно измерить в телефонных звонках. В десятках, в сотнях и тысячах телефонных звонков. Новые тарифы МТС-Профи. Ваши звонки имеют значение. Ты лучше. Дай мне тепло твоей воли. Верь мне, мы более светло твоим. Станем спиною в спине. «Свинекласс». Перейди на новый уровень. «Кеоспектра». Не дергайся, увидят тачку, и все будет окей. Свежесть «Ронда». Вот что произведет впечатление. Новый «Ронда Мятная Росы». Сенсационная свежесть натуральной сладкой мяты. Привет. «Ронда сближает». Новый «Ронда Мятная Росы». Сладкая мята и... Твоя машина. Миленькая. Ну вот и Юрий Глухов как раз говорит о том, что нужно поработать немножко ножками, Ирина. Трудно, да, может быть, тяжело. Подбивай слева, когда удобно. Право, естественно, нужно использовать все ходы, пропущенные соперницей. Кристину Тодд, кстати говоря, на этом турнире секундировал Петер Теоглаш. Но вот в финальном матче почему-то он отсутствует. Быть может, так в собственных силах уверена Кристина Тодд. Но, быть может, венгерскому специалисту пришлось пораньше уехать на родину. Кстати говоря, вот интересная история. Связана с российскими теннисистами в этой связи. Я имею в виду то, что пораньше с турнира уехать. Так вот, Дмитрию Музунову и Алексею Смирнову на Олимпиаде в Афинах были заказаны билеты домой на матчи полуфинального парного турнира. Представляете? И пришлось в спешном порядке руководству нашей делегации менять эти самые билеты для того, чтобы Дима и Леша сначала сыграли полуфинал, а затем и матч за третье место. К огромному разочарованию россияне проиграли и полуфинал, и матч за третье место. Олимпийский турнир один из немногих, где в настольном теннисе разыгрывается третье место. Помимо этого турнира, разве что еще Кубок Мира, во всех других турнирах за выход в полуфинал уже дается бронзовая награда, и матчи за третье место не разыгрываются. Многие специалисты, я разговаривал с ними, российские, они до сих пор считают, что Леша и Дима бронзовые призеры последней Олимпиады. Вот возгласы с трибун. Давай-давай, поактивней, соберись. Ну действительно, возникает такое впечатление, что нехотя играет Ирина Катихина. Ну, еще раз отмечу, это ее стиль. Она все делает правильно, подходит к мячу, иногда не успевает, но... В общем и целом, неплохо выглядит. Ну и вот здесь ножками не доработала Ира чуть-чуть. Нужно подсесть под мяч, обработать его. Только что она выиграла такой розыгрыш, а в данном случае уступила. 5-3, она постоянно находится в роли догоняющей, это не очень приятно. Соскочил мяч, такое впечатление с ракетки у Иры сейчас. Ну и здесь не выходит. 7-3, Кристина, тот отрывается все больше и больше в счете. Снова подбадривающие крики российских зрителей. Ничего-ничего, давай! Давай, Ира! Вот-вот-вот-вот! Если два раза отрезает по топ-спину Ирина Катихина, то третий уже не выполняет Кристина, тот. И нужно, безусловно, использовать это преимущество. Снова ногами не успела, а? Да что ж такое? 8-4. Вот, кстати, на дальнем плане, там, за компьютером, в центре, сидит не кто-нибудь, а победитель последнего первенства Европы в парном разряде, Карл Индрак. Он является уже второй год подряд супервайзером турнира в Санкт-Петербурге, делегатом от Международной Федерации Настольного Тенниса. Может быть, поэтому... Все зна... Может быть, поэтому Вернер Шлагер вынужден был играть с Александром Каракашевичем парный турнир в Санкт-Петербурге. Ну, а Ирина Котихина молодцом, умница, уже раздаются крики с трибун. Действительно умница. 8-6. Не поработать. Ой, молодец. 8-7. Совсем чуть-чуть осталось. И достанет она свою соперницу. Да, ну, слишком сильно подняла мяч. Ну, ничего, давай, давай. Вот так вот российский настольный теннис удивил весь мир. Ирина Котихина в финале турнира профессиональной серии. Ну, а что, не только китайцам ведь удивлять. Я напомню, что в китайской сборной сейчас идет смена поколений. И на первые роли выходят 17-18-летние спортсмены. В женской сборной это прежде всего Го Ю. В мужской сборной показался Малон, выступивший просто блестяще на последних турнирах профессиональной серии. Он титулов не выиграл, но, тем не менее, он является претендентом на выход в решающую стадию по итогам 14 турниров. Если посетит два последних турнира, вот в Питер он не приехал, но за его плечами четыре посещенных турнира. И если он приедет в Германию, в Швецию, то может поехать в Худжоу на гранд-финал. Напряженно наблюдает за встречей Юрий Глухов. 10-9 сетбола у Кристины тот, но она его и не использовала. Здорово сейчас сыграла Ирина Катихина. Выстояла, что называется. Ну, Ира, потерпеть. Раз, отрезала. Вот, два, три, четыре. Нужно столько раз повторить до тех пор, чтобы ошиблась соперница. В этом прежде всего залог успеха классической защитницы. Вот, 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 вот. Выиграла все-таки, что называется, на зубах Ирина Катихина. Третью партию и счет становится 2-1. Впереди пока ее соперница, правда, но положительная тенденция наметилась, и это не может не радовать. Когда ты играешь туда первой ночи, она сразу оттуда сидит лево и переслежит. Вот, может, первый мяч влево даже, вот, отдать влево. А второй мяч вводить туда. Второй мяч вводить туда и дальше туда. И самой, самой подбивает, вот, без левого. Ну, вы все сами слышали, дорогие друзья. Юрий Глухов порекомендовал больше активнее играть своей, подопечной. Ну, когда перехватывает инициативу Ирина Катихина, действительно все у нее вроде бы получается. И даже иногда странно, почему она не использует это свое самое преимущество в контратаке. И порекомендовал Юрий Глухов больше влево поддавливать свою соперницу, для того, чтобы заходила на мяч Тристина Тотт, и для того, чтобы ей неудобно было играть каждый следующий. Ну, посмотрим. Вот, 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 вот. 1-0 повела Ирина Катихина. Мяч заделал в сетку при подаче. Повторить нужно. Сетует, по всей видимости, на себя Ирина Катихина. Все делала вроде бы правильно, чуть-чуть в руку не довела. Мяч оказался в сетке. Ай-яй-яй, но это то, что говорил Юрий Глухов. Исполняет приказ тренера, его ученица пытается атаковать с удобных мячей. Вот и влево, 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 чтобы заходила соперница. Вот, вот, повторите ровно столько раз, до тех пор, пока не ошибется соперница. Контратаку вышла Ирина, но не сумела завершить этот розыгрыш в свою пользу. К огромному сожалению, ай-яй-яй, и не справляется с подачей. Четыре-два. На чемпионатах Европы Кристина Тотт выиграла пять золотых медалей в паре и миксте, а также в командном первенстве. Две серебряные награды в личном разряде. На последнем чемпионате Европы в датском Орхусе Кристина дошла до стадии 1-4 финала. На престижном турнире ТОП-12 для сильнейших 12 европейских теннисистов занимала третье место. Было это в 2003 году. В юниорском и юношеском возрасте также показывала неплохие результаты. Увозила с первенства континента пять золотых медалей. Женский Кубок Мира могла выиграть в 95-м году, но вернулась только с бронзой. В общем, множество титулов у Кристины Тотт. Поскромнее Ирина Катихина, но будем надеяться, что все впереди у россиянки. Вот и задрожала Кристина. Уже 5-5, уже и подачи не получаются. На юношеском уровне две победы имеет, кстати говоря, и Ирина Катихина. В 95-м и 98-м годах она становилась желатым медалистом на первенстве континента в составе команды. Сначала кадетов, потом юниоров. Интересная и очень перспективная смена растет у наших лидеров, у Галины Мельник, у Ирины Палиной. Я в первую очередь, конечно же, в данном случае имею в виду Ирину Катихину. Екатерина Колодяжная, молодая спортсменка, тоже неплохо себя проявила на последнем чемпионате Европы юниорском. Выиграла там две золотые медали. Неплохо выступает в юношеских турнирах по всему миру, уже не только на европейской арене. Ждать, ждать. Ждать, вот. Правильно подсказывают с трибуны. Нужно все ждать от соперницы, и ударов и влево, и вправо. Нужно быть ко всему готовой. Ирина Катихиной. Выступает она за клуб женской российской суперлиги «Локомотив ГЖД». Горьковской железной дороги. Представительница Нижегородской школы настольного тенниса. В Нижнем Новгороде воспитаны многие наши знаменитые спортсмены. В частности, Дмитрий и Андрей Мазунов. Вот Ирина Катихина сейчас поддерживает, что называется, ареноме Нижегородской школы. Коротко подала сейчас Кристина Тотт и попросту не справилась Ирина Катихина. Заканчивается и эта партия в пользу Венгерки. Со счетом 3-1 она повела в этом матче. Но наметился сдвиг неплохой в игре Ирины Катихиной, в особенности третьей партии. Будем надеяться, что она сможет продолжить бороться и попробует все-таки зацепиться. Пытаться выйти в контратаку. Отлично. Все мячи пропилило, как ее просили зрители. И счет становится 5-3. Кристина Тотт в первом раунде уже обыгрывала россиянку. Ее соперницей была Людмила Черита. Венгерка выиграла в 5-ти партиях 4-1. Затем ее соперницей была Либин, китаянка, выступающая ныне под тем же флагом, что и Кристина Тотт под венгерским. Кристина выиграла со счетом 4-2. В одной восьмой финала победа и в этой Вочиновской из Чехии 4-0. В четвертьфинале Кристина Тотт обыграла Ренату Штурбикову из Чехии 4-1. Ну и наконец в полуфинале Кристина Тотт остановила главную сенсацию женского турнира. Наряду с Ириной Катихиной, безусловно, японку Шихо Оно. Японка, обыгравшая за выход в полуфинал Викторию Павлович, первую сеянную белорусскую спортсменку, лучшую европейскую теннисистку по итогам последнего чемпионата мира. Шихо Оно обыграла Викторию в 7-ми партиях со счетом 18-16 в решающем седьмом сете. Но вот перед Кристиной Тотт не устоял, а поражение в 4-х партиях. Да, все ближе и ближе Венгерка к победе в этом поединке. Вынуждены мы это констатировать, но безусловный успех отмечаем Ирине Катихиной, которая смогла добраться до решающей стадии, хотя вряд ли кто-то рассчитывал на это. Да и она сама, я думаю. В любом случае, российские спортсмены на этом открытом чемпионате Санкт-Петербурга завоевали уже больше медалей, чем в прошлом году, и значит, сделан шаг вперед. В прошлом году Алексей Смирнов и австрийц Роберт Гардаш выиграли бронзу в парном турнире, и россиянка Светлана Ганина вместе с Ким Пьон Кай из Южной Кореи тоже выиграла бронзу. На этот раз мы имеем уже серебро полновесное Ирины Катихиной. В женском парном разряде заработана бронза Оксаны Фадеевой и Светланы Крекиной. 9-6. Два мяча нужно выиграть. Спасти не тот для того, чтобы завершить этот поединок в свою пользу. Не справляется с подачей Ирина. 4 матчбола. Но были случаи, были случаи, когда и в таких моментах отыгрывались. Нет. Не в этой жизни. Не на этом турнире. К сожалению, Ирина Катихина все-таки уступает своей сопернице. Ну что ж, дорогие друзья, поздравим Венгерку с этой прекрасной победой, но и поздравим Ирину Катихину, которая стала серебряным призером открытого чемпионата Санкт-Петербурга. Пожалуй, самый памятный турнир и самый запоминающийся.